Уже в эту среду эксперты двух стран Латвии и Эстонии на протяжении двух часов будут обсуждать самые важные проблемы школьного образования. Телемост «Сталин Рига», «Русское увещание ЛТВ-7» и «ЭТВ-плюс» начнется 1 марта в 20 часов 20 минут. А пока моя коллега Марина Лебедева продолжает сравнивать ситуацию в школах Латвии и Эстонии. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Яна. По неофициальной информации, по всей Латвии нужно закрывать или реорганизовывать сотни школ. Причина – отсутствие равных возможностей для получения знаний. В Министерстве образования и науки точное количество школ, которые могут быть закрыты или реорганизованы, пока не называют на эту тему, будет проводиться исследование. На сегодняшний день разница между школами Латвии огромна. Международное исследование навыков 15-летних подростков ПИЗа-2015 показало, что лучшие результаты в естественных науках, математике и функциональном чтении демонстрируют рижские школьники. В свою очередь, учащиеся сельских школ Латвии отстают от столичных и довольно значительно. Как решать этот вопрос – подробности в сюжете. Ницгальская школа находится в 29 километрах от Даугавпилса. Совсем недавно школа считалась основной. В ней обучалось чуть более 50 детей. Теперь это начальная школа. В ней учатся всего 18 школьников. Некоторые родители еще до реорганизации перевели детей в другие учебные учреждения. У нас одна дочка училась. Трудно нам было потом, когда мы перешли в большую школу, в гимназию. Мы чувствовали себя глупее, чем другие детки. Датса перевела свою дочь Гунту в более крупную Ертикскую школу год назад. До нее приходится добираться на автобусе почти 18 километров. Но и уровень образования совсем другой. Сначала было труднее, потому что было довольно много пропущено. Тогда я шла к учителю, учитель объяснял. Когда прошло 2-3 первых недели, я привыкла и чувствую себя хорошо. Профессор Латвийского университета и национальный руководитель ПИЗа-2015 Андрис Скангро считает, что ситуацию бесспорно нужно менять. По примеру, Эстония. Там реорганизация уже в процессе. Ну, начальные 6 классов, она должна быть, ну, как можно ближе к месту проживания учеников. А вот если средние школы, часть из них сельские, скажем, не обеспечивает качество, и там очень мало учеников, и они на довольно близком расстоянии все-таки, да. Вот там уже, наверное, в первую очередь надо смотреть на оптимизацию этой школьной сети. Между навыками учащихся городских и сельских школ Эстонии различия тоже есть. Однако оно не столь значительно, как у нас. Национальный руководитель ПИЗа-2015 в Эстонии Гунда Тира признается, процесс реорганизации довольно болезненный, но эффективный. Мы начинались с тем, что решили уже несколько лет тому назад, что, например, средняя школа, очень мало учиться, тогда это неэффективно, не подготовливает юноши для вузов. И поэтому эта система началась, что мы сделали такие государственные гимназии. Например, одну большую гимназию на районе, чтобы в гимназии были около 500 учеников, и тогда закрыли все эти средние школы, что осталась только основная школа, например. Процесс реорганизации школ в Эстонии длится уже несколько лет. В прошлом году нашими соседями было закрыто 7 школ, 9 учебных учреждений присоединили к другим школам. Более подробно проблемы латвийского и эстонского школьного образования будут обсуждаться уже в эту среду. Телемост Рига Таллин, Русского вещания, ЛТВ 7 и ЭТВ Плюс начнется в 20 часов и 20 минут.